Рано или поздно тебе надоест все, ведь все же уныло, все повторяется. Сколько можно любить в жизни женщин? Ну сколько? 3, 5, 20, 100, 1000. Сколько? Все закончится рано или поздно. Ты можешь творить вселенную, и это надоест. Хотя в это играть можно долго. Ты знаешь, что это уже наступает, что люди уже создают виртуальную реальность, что по этой комнате может проплыть дельфин, и он не будет отличаться от настоящего. Его можно потрогать, он будет мокрый, и что скоро эта реальность сольется с виртуальной, и люди уподобятся богам. А если они смогут наделять сознанием вот этих виртуальных персонажей, что тоже не исключено, там лет через 150, например, тогда они воистине станут подобными богам, и они будут играть во вселенной, в виртуальной вселенной. А где гарантия, что мы не являемся виртуальной вселенной, чьи-то, чьи-то компьютерные программы? Есть такие уже, уже до этого доперли. То, что может быть нас кто-то сделал, какой-то игрок. Ну вот. Вот такая штука. И будет непонятно тогда, что реально, а что нереально эта граница исчезнет. Потому что все виртуальные персонажи и пейзажи будут ничем не отличаться от настоящих. У тебя исчезнет критерий проверки. Сольются виртуальные реальности и так называемые невиртуальные, которые на самом деле тоже виртуальные. Только чья она? Вот вопрос. Кто творит эти реальности? Если ты осознаешь себя как источник всего, как источник творения, все это будет твоим подсобным хозяйством, все это будет твоим двором, все это будет твоей песочницей. Вот так. Я предлагаю сделать так, чтобы все эти реальности стали твоей песочницей в твоем дворе. Ну и играй там сколько хочешь, пока не налепишься этих куличиков. А потом тебе захочется домой. А домой это значит раствориться, домой это значит исчезнуть с концами навсегда и никаких куличиков больше. Этот зов будет настолько сильный в твоей душе, в твоем сердце, что ты не сможешь ему противостоять. И тебя начнет тогда засасывать воронка огромной силы. Она закрутится внутри тебя самого. И тебя начнет уносить туда эту воронку. И сила будет такая, с которой ты не сможешь справиться. И вот тогда ты уйдешь. Уйдешь навсегда. Ты не вернешься больше ни в одну из этих реальностей, ни в виртуальную, ни в так называемую реальную. Ты исчезнешь. Что с тобой будет потом? Я не знаю. Кто будет спрашивать, когда все исчезнут? Никого не останется. Я просто чувствую вот эту воронку, которая есть внутри меня. Она уже зародилась. Я не могу сказать, что она какой-то бешеной силой. Я бы тогда, конечно, не видел эти тренинги, если бы она стала достаточной силой. Но она крутится там. И скорость ее вращения нарастает. Я это знаю. И в итоге она меня унесет. Что со мной будет, потом я не знаю. Но знаешь, если говорить про игры, то это самая интересная игра из всех, в которые я играл. Игра в воронку. Когда тебя засасывает внутрь себя самого. И в результате тебя закрутит так быстро, что тебя разнесет на атомы. Ну и все. Ну это самое интересное. Моя задумка, вдохновение такое у меня. Это же образ, символ, метафора. Метафора. Ерундистика называли меня. Ну ж, какая это ерундистика? А ты на черте такую диагональ сначала. Здесь же все. Мир, конец, начало. Все здесь. Ты в глаза свои видел ты. У них интеллекта никакого. Пустота дает только. Что ты хочешь узнать от меня? Ты не стеклянный глаз. Какая слива? Что зеленое? Слева. Слева зеленое. Руки убери ты. Это падает лазурное небо. Медленно поворачивайся вспять. И уходит в маленькую вакуумную вертихвостку вниз. Где бы вы видели, чтобы меченосцы ходили такими углами? Подожди, у меня здесь все. Вот. Лазурная вспышка. Замазан картину глубой. Да лазурь я тебе говорю! Ну а кубики вот эти? Ну кубики. Какие же это черт подери кубики? Когда это жизнь моя? Все, что я делаю, ерунда. Просто ерунда. Зачем вообще я устрою? Зачем я работаю? На каких работах я хожу? И такси. Я захожу в трамвай, в троллейбус. Везде все одинаковые. То же самое. Все вокруг одно и то же. Одно и то же по кругу. Вот как на стадионе на этом. Давайте разберемся. Может быть, мы поможем вам чем-то. Да не надо мне помогать. Это вы себе помогите. Все уже. Все одно и то же. Каждый год. Я уже неделю на работу хожу и ни разу еще туда не пришел. Для кого все это? Для вас. Мы стараемся, делаем. У нас четыре корпуса нашего НИИ. Я не знаю, сколько там людей работает. В общем, есть четыре корпуса, а толку никакого. Мы изобрели какой-то провод странный. Зачем он нужен? Пять лет работали над ним. Киану Ривз. Когда нам не по себе, когда что-то неприятное случается в нашей жизни, мы начинаем искать прибежища. Обычно им становится еда, алкоголь, секс, наркотики, деньги, власть, отношения с людьми. Но ни одна из этих вещей не дает нам нерушимой защиты или удовлетворения, которых мы ищем. Когда мы понимаем, что не сможем найти нерушимого счастья в самсаре, в нас просыпается сильное желание обрести истинное прибежище. В буддизме мы обращаемся за прибежищем к трем драгоценностям – Будде, Дхарме и Санхе. Будда подобен лекарю, который выявляет нашу болезнь и знает, как ее излечить. Дхарма – это его учение, то лекарство, которое он прописывает. А Санхе – духовная община, которая помогает вам принимать это лекарство. Обращаться за прибежищем – значит искать защиту от страданий, эффективной помощи. Когда мы начинаем размышлять о подлинной природе реальности и причинах страданий, нам открывается истинный смысл прибежища. Чему учил Будда? Тадхагата учил – это страдание, это причина страдания, это угасание страдания, это способ практики, ведущий прекращению страдания. Санью Таникая, 15, 3. Слезы. В Савадхи Благословенный сказал, с безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Как вы думаете, монахи, чего больше, слез, что вы пролили за время перерождений и странствий в сансаре, в течение этого долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, или воды в четырех великих океанах? Как мы понимаем, Дхамму, изложенную нам благословенным, вот чего больше, слез, которых мы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Великолепно, монахи, превосходно! Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, изложенную мною. Вот чего больше, слез, которых вы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, вы переживали смерть матери, слез, что вы пролили по смерти матери, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, переживая смерть отца, смерть брата, смерть сестры, смерть сына, смерть дочери, потерю близких, потерю богатства, потери, связанные с болезнями. Слез, что вы пролили от потерь, связанных с болезнями, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Почему так? С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Долго вы испытывали муки, испытывали боль, испытывали потерю, наполняя кладбище. Слишком долго для того, чтобы разочароваться во всех сконструированных вещах. Достаточно долго для того, чтобы стать беспристрастными. Достаточно долго, чтобы освободиться. Монахи, я объясню вам, что такое все. Слушайте внимательно, я буду говорить. Как скажете, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал. Помимо этого всего, я опишу иное. То он не сможет объяснить, на основании чего он делает такое утверждение. И будет опечален этим. Почему? Потому что это вне его возможностей. Чигало-сутта. Отверстие. Санюта-Никая, 56-48. Монахи, представьте, если бы вся эта великая земля была бы полностью покрыта водой, и кто-нибудь бросил бы туда ермо с единственным отверстием в нем. И восточный ветер нес бы ермо на запад, западный ветер нес бы ермо на восток, северный ветер на юг, а южный на север. И представьте, там была бы слепая морская черепаха. Она бы всплывала на поверхность один раз в сто лет. И как вы думаете, могла бы эта черепаха, всплывающая на поверхность, раз в сто лет просунуть голову в это ермо с единственным отверстием в нем? Это было бы случайным совпадением, учитель, чтобы эта слепая черепаха, всплывающая на поверхность, раз в сто лет, смогла бы просунуть голову в это ермо с единственным отверстием в нем? Точно так же это случайнейшее совпадение, что кто-либо рождается человеком. Точно так же это случайнейшее совпадение, что Татхагатта, достойный и правильно самопробужденный, появляется в мире. Сейчас человеческое рождение обретено. Татхагатта, достойный и правильно самопробужденный, появился в мире. Учение и дисциплина, что изложено Татхагаттой, возникли в мире. Поэтому ваша задача – это рассмотрение, это страдание, это причина страдания, это прекращение страдания. Ваша задача – это рассмотрение. Таков путь практики к прекращению страдания. Гелана Сута. Болен. Сам Ютаникая 55-54. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьев в Капилаватху в парке Негротхе. И тогда группа монахов изготавливала одеяние для благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, благословенный отправится в странствие. Маханама из клана Сакьев услышал, группа Пхикху изготавливает одеяние для благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, благословенный отправится в странствие. И тогда Маханама из клана Сакьев отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, «Господин, я слышал, что группа Пхикху изготавливает одеяние для благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, благословенный отправится в странствие. Но я не услышал и не узнал в присутствии самого благословенного о том, как мудрого мирянина, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, должен наставлять другой мудрый мирянин. Маханама, мудрый мирянин, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, должен наставляться другим мудрым мирянином этими четырьмя утешениями. Пусть почтенный успокоится. Ты обладаешь подтвержденной верой в Буду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Пусть почтенный успокоится. Ты обладаешь подтвержденной верой в Тхам, Тхама превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Пусть почтенный успокоится. Ты обладаешь подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Пусть почтенные успокоятся. Ты наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятнанными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. После того, как мудрый мирянин, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, получил наставление от другого мудрого мирянина этими четырьмя утешениями, его следует спросить, волнуешься ли ты о своем отце или матери. Если он ответит «Да», ему следует сказать «Но, дорогой мой, ты подвержен смерти». Вне зависимости от того, волнуешься ли ты о своем отце или матери, или же нет, ты все равно умрешь. Так что, пожалуйста, отбрось свое волнение о своем отце или матери. Если он скажет «Я отбросил свое волнение о своем отце или матери», то его следует спросить, волнуешься ли ты о своей жене и детях. Если он ответит «Да», ему следует сказать «Но, дорогой мой, ты подвержен смерти». Вне зависимости от того, волнуешься ли ты о своей жене и детях, или же нет, ты все равно умрешь. Так что, пожалуйста, отбрось свое волнение о своей жене и детях. Если он скажет, я отбросил свое волнение о своей жене и детях, то его следует спросить, волнуешься ли ты о пяти нитях человеческих чувственных удовольствий. Если он ответит да, ему следует сказать, небесные чувственные удовольствия, друг, куда более прекрасные и возвышенные, нежели человеческие чувственные удовольствия. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от человеческих чувственных удовольствий и настройся на дэвов мира четырех великих царей. Если он скажет, мой ум отведен от человеческих чувственных удовольствий и настроен на дэвов мира четырех великих царей, то ему следует сказать, дэвы мира Таватимса куда более прекрасны и возвышенны, нежели дэвы мира четырех великих царей. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от дэвов четырех великих царей и настройся на дэвов мира Таватимсы. Если он скажет мой ум отведен от дэвов мира четырех великих царей и настроен на дэвов Таватимсы, то ему следует сказать, куда более прекрасный и возвышенный, нежели дэвы Таватимса, дэвы Ямы, дэвы Туситы, дэвы Немонарати, дэвы Паранимитавасавати. Мир Брахмы, друг, куда более прекрасен и возвышен, нежели дэвы Паранимитавасавати. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от дэвов Паранимитавасавати и настройся на мир Брахмы. Если он скажет «Мой ум отведен от Девы в Параниметавасавате и настроен на мир Брахмы», то ему следует сказать, даже мир Брахмы, друг, непостоянен, неустойчив, входит в самоопределение. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от мира Брахмы и направь его на прекращение личности. Если он скажет «Мой ум отведен от мира Брахмы», я направил его на прекращение самоопределения, то тогда, Маханама, я утверждаю, что нет разницы между мирянином, который таким образом освобожден умом, и монахом, который освобожден умом уже как сотню лет, то есть нет разницы между одним освобождением и другим. Набхасик Хасута, Нанокте. СН 13.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда Благословенный зачерпнул немного земли своим ногтем и обратился к монахам. Монахи, как вы думаете, чего больше, этой горстки земли, что я зачерпнул своим ногтем, или же этой великой земли? Учитель, Великая земля больше. Горстка земли, что Благословенный зачерпнул своим ногтем, практически ничто. В сравнении с Великой землей та горстка земли, что Благословенный зачерпнул своим ногтем, не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы, один. Один, согласно комментарию, здесь речь идет о вступлении в поток. Вступивший в поток мудростью постиг суть Дхаммы и тем самым уничтожил огромное количество страданий, которые он мог бы испытать в будущем в бесчисленных новых рождениях. Ему же осталось пережить лишь малую долю страданий, которые он переживет еще в течение максимум семи жизней, или меньшего их количества. За это время он в обязательном порядке обретет полное и окончательное пробуждение и положит конец прирождениям. Пакхарани Сутта, Прут. СН 13-2. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте себе пруд в пятьдесят йоджин, один, длиной, пятьдесят йоджин шириной и пятьдесят йоджин глубиной, полной воды, заполненной водой так, что ворона смогла бы отпить из него. И некий человек зачерпнул бы немного воды из него кончиком травинки кусы. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды, зачерпнутой кончиком травинки кусы, или же воды в этом пруду? Учитель, воды в пруду больше. Вода, зачерпнутая кончиком травинки кусы, практически ничто. В сравнении с водой в пруду та вода, что была зачерпнута кончиком травинки кусы, не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в этом пруду. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг тхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Один, Еджана составляет примерно 10 километров. Под Дхамасом Пхеджи Сутта, вода вместе слияния рек 1. СН 13.3. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек вместе встречу и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Очаравати, Сарабху, Махе, извлек бы две или три капли воды. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих двух или трех извлеченных капель воды, или же воды вместе слияния этих великих рек? Учитель, воды вместе слияния больше. Две или три капли воды, что были извлечены в этом месте, практически ничто. В сравнении с водой вместе слияния, две или три капли воды, извлеченные в этом месте, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды вместе слияния этих рек. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутия Сампхеджи Сутта, вода вместе слияния рек 2. СН 13.4. В Саватхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы вместе встречи и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Очаравати, Сарабху, Махе, вода была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды вместе слияния, что была уничтожена и устранена, или же двух или трех капель воды, что остались? Учитель, воды вместе слияния, что была уничтожена и устранена, больше две или три капли воды, что остались, практически ничто. В сравнении с водой вместе слияния, что была уничтожена и устранена, две или три капли воды, что остались, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды вместе слияния, что была уничтожена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Под Хаммэхэ Патху Весута, Великая Земля 1 SN 13 5 В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы на эту великую землю. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих семи небольших кусочков глины размером с зерною юбы или великой земли? Учитель, великой земли больше. Семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы – практически ничто. В сравнении с Великой Землей эти семь небольших кусочков глины размером с зерной и юрбы не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутио Махападха Весутта, Великая Земля 2. СН 13.6. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Великая Земля была бы уничтожена и разрушена, кроме семи небольших кусочков глины размером зерной и юбы. Как вы думаете, монахи, чего больше, Великой Земли, что была уничтожена и разрушена, или же небольших кусочков глины размером зерной и юбы, что остались? В сравнении с Великой Землей, что была уничтожена и разрушена, эти семь небольших кусочков глины размером зерной и юбы, что остались, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Под Дхаммами Хасамудда Сутта, Великий Океан 1. СН 13.7. В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек извлек две или три капли воды из Великого Океана. Как вы думаете, монахи, чего больше, извлеченных двух или трех капель воды или же оставшейся воды в Великом Океане? Учитель, воды в Великом Океане больше. Извлеченные две или три капли воды – практически ничто. В сравнении с водой в Великом Океане, извлеченные две или три капли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в Великом Океане. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той грудой страданий, поскольку ему осталось пережить страдания в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутиома Хасамудда Сутта, Великий Океан 2. СН 13.8. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы вода в Великом Океане была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель воды. Как вы думаете, монахи, чего больше воды в Великом Океане, что была уничтожена и устранена, или же оставшихся двух или трех капель? Учитель, воды в Великом Океане, что была уничтожена и устранена, больше. Оставшиеся две или три капли воды, практически ничто. В сравнении с водой в Великом океане, что была уничтожена и устранена, оставшиеся две или три капли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Патхама Тадбатупа Масута, Гора 1. СН 13.9. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Гималаев, царя всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, положенных туда, или же Гималаев, царя всех гор? Учитель, Гималаев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно, практически ничто. В сравнении с Гималаями, царем всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Гималаев, царя всех гор. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груди страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутия Падбатупима Сутта, Гора 2. СН 13.10. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Гималаи, царь всех гор, был бы разрушен и уничтожен, кроме семи крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, части Гималаев, царя всех гор, что было уничтожено и разрушено, или же семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались? Учитель, части Гималаев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались, практически ничто. В сравнении с частью Гималаев, царя всех гор, оставшиеся семь крупиц гравия размером с горчичное зерно не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Гималаев, царя всех гор, что было уничтожено и разрушено. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Татья Памбатупа Масута, Гора 3. СН 13.11. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Синеру, царя всех гор, семь камушков, размером с боб золотистой фасоли. Как вы думаете, монахи, чего больше, семь камушков размером с боб золотистой фасоли, положенный туда, или Синеру, царь всех гор? Учитель, Синеру, царь всех гор, больше. Семь камушков размером с боб золотистой фасоли, практически ничто. В сравнении с Синеру, царем всех гор, семь камушков размером с боб золотистой фасоли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Синеру, царя всех гор. Точно так же, монахи, достижения отшельников, жрецов и странников, приверженцев иных учений не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью достижения ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму. Вот какое великое благо, монахи, постижения Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Учения Будды простыми словами. Десять вопросов для самопознания. Верите ли вы в существование небесных миров, в которых существа пребывают в счастье? Миры Дэвов и Брахм. Верите ли вы в существование людей? Мир, в котором существа испытывают как болезненные, так и приятные ощущения. Верите ли вы в существование животных? Мир, в котором существа испытывают исключительно нежеланные, неприятные, болезненные ощущения. Верите ли вы в то, что существа после распада тела, после смерти, перерождаются в одном из миров, в страдательном или счастливом уделе, в зависимости от своего поведения телом, речью и умом? Верите ли вы в то, что перерождаясь вновь и вновь на протяжении долгого времени, каждый из нас уже побывал в аду, мире животных, человеческом мире, небесном мире? Верите ли вы в то, что перерождаясь вновь и вновь на протяжении долгого времени, каждый из нас попадет в ад? Верите ли вы в то, что можно избежать рождения в аду в будущем, если понять четыре истины Будды и тем самым стать вступившим в поток, ведущим к небане, на протяжении семи жизней максимум? Верите ли вы в то, что рождение человеком – это редкая удача, и что гораздо большее количество существ рождается в мире животных? Верите ли вы в то, что это крайне редкая удача – родиться человеком в эпоху наличия в мире учения Будды? Ниббана сутта. Полное освобождение. Четыре. Удано. Восемь. Четыре. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. В это время Благословенный наставлял, призывал и воодушевлял монахов беседами о Дхамме. Тот, кто зависим, тот неустойчив. Тот, кто независим, тот не имеет неустойчивости. Когда нет неустойчивости, имеется покой. Когда есть покой, желаний не существует. Когда нет желаний, нет появления или движения. Когда нет появления или движения, нет исчезновения и возникновения. Когда нет исчезновения и возникновения, то нет ни здесь, ни там, ни между ними. Это и только это конец страданий. Нибана сутта. Полное освобождение. Часть первая. Удана 8.1. Я слышал, как однажды Благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. В это время Благословенный наставлял, призывал и воодушевлял монахов беседами о Дхамме, касающихся Ниббаны. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, Благословенный произнес. Есть сфера, где нет ни земли, ни воды, ни огня, ни ветра, ни сферы безграничного пространства, ни сферы безграничного сознания, ни сферы отсутствия чего бы то ни было, ни сферы невосприятия, ни невосприятия, ни этого мира, ни следующего мира, ни солнца, ни луны. И там, я говорю вам, нет ни появления, ни движения, ни пребывания, ни исчезновения, ни возникновения. Это не утвержденное, не действующее, не имеющее опоры. Это и только это является окончанием страдания. Ниббанна сутта. Полное освобождение. Два. Удана. Восемь. Два. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетте в монастыре Анатхапиндики. В это время Благословенный наставлял, призывал и воодушевлял монахов беседами о Дхамме, касающихся Ниббаны. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, Благословенный произнес. Трудно увидеть, не подвергающиеся влиянию. Истину увидеть непросто. Жажда пронизана в том, кто знает. Нет ничего для того, кто видит. Ниббана сутта. Полное освобождение. Три. Удана восемь три. Я слышал, что однажды Благословенный прибывал рядом с Савадхи в роще Джетте в монастыре Анатхапиндики. В это время Благословенный наставлял, призывал, воодушевлял монахов беседами о Дхамме, касающихся Ниббаны. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, Благословенный произнес. В монахе есть нерожденное, неустановленное, несотворенное, несконструированное. Если бы не было этого нерожденного, неустановленного, несотворенного, несконструированного, то не было бы возможности освободиться от рожденного, установленного, сотворенного, сконструированного. Но именно потому, что есть нерожденное, неустановленное, несотворенное, несконструированное, можно распознать освобождение от рожденного, установленного, сотворенного, сконструированного. Продолжение следует...